Рассказывай про юбилей, а хотя это не юбилей, 10 лет это годовщина. Годовщина, возможно. Но смотри, группа Би-2, вообще мы никогда не отмечаем дней рождения группы, потому что мы не знаем, когда у нас день рождения, у нас было столько периодов, поэтому мы решили никогда не отмечать дни рождения, не выпускать официальный бест-офф. Группы Би-2 нет официальных бест-офф. Но для проекта «Нечетный воин» так получилось, что прошло 10 лет с момента его создания, и вот выпущены 4 пластинки, и мы решили, типа, отметить это какой-то, сделать сборник лучших песен. Выбрали 21 песню и две песни. Михаил Карасев, автор всего проекта «Музыки и текстов», написал две новые песни. Ну вот, 30 июня выходит... Михаил Карасев, он же родственник, да? Правильно понимаю, это дядя, да, так. Вот, и 30 июня все это выходит, это будет в iTunes, будет в CD, а где-то через месяц еще и винил. А кто определял-то, какие лучшие? Ну, как-то мы с Лёвой определили, что вот эти песни будут лучше, но исходя из того, что там это были радиосинглы или песни, которые нам нравятся, конечно, там очень много не вошло, но формат, скажем, 23 песни, мы решили, что вот это лучше. А есть такие вещи, которые, допустим, вам всем нравятся, не только вот вам двоим, а вообще всем людям, которые работают над проектом, а публика, в общем-то, как-то к ним спокойно. То есть и наоборот, что вдруг аудитория заводится от той вещи, на которую выставку не делали. Ну, смотри, этот проект, он не концертный. Вообще весь этот проект изначально был задуман как студийный проект, потому что представь себе, что в каждом альбоме участвуют как минимум 20 разных исполнителей. Потом оркестры же у вас. Иногда и оркестры, и бэнды, и собрать всех в одном месте, это нереально. Мы, конечно, делаем, когда выходили какие-то, каждый из альбомов, мы делали небольшую презентацию, но всех собрать на концерт нереально, поэтому мы, скажем так, решили, что этот проект будет студийный. Но как раз песня, которая дала старт этому проекту, эта песня называется «Нечетный воин». Вообще сама идея проекта появилась из нашего увлечения общего Милорадом Павичем. Когда мы прочитали его книжку «Хазарский словарь», как раз «Нечетный воин» – это персонаж из «Хазарского словаря» ловит снов. Мы решили, что, в принципе, нелинейная литература, а почему будет сделать нелинейную музыку. И вот есть трек в этой пластинке, называется «Нечетный воин», где пять разных частей, которые ты можешь в разном порядке составить, и будет совсем другой контекст. Но он у нас в одном порядке стоит сейчас, но можно ее перемешать, и будет совсем другой смысл. И вот эта песня, в принципе, дала такой вот старт этому проекту. А потом пошла-поехала, и проект уже, сколько там, порядка 70 песен, а перечислить всех артистов это будет очень сложно, там очень много кто участвует. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».